Время сконцентрировалось, да, и в результате этой концентрации выкристаллизовались мои основные задачи и цели, которые я для себя поставил. Сейчас я пытаюсь использовать каждый час, каждый день максимально эффективно. Мне кажется, все такие довольно хорошо развитые интеллектуальные личности, а не прокрастинаторы. Нам нравится проводить время иногда в ничего не делании. Времени на прокрастинацию не осталось, поэтому я пытаюсь максимально сконцентрироваться на создании и решении тех задач, которые я сейчас перед собой поставил. Сейчас 10 минут, нам нужно понять, разовьются ли у меня неотложные нежелательные явления. Если не разовьются, значит мы пройдем по коридору с вами. Хорошо? По идее, не должны. Я нахожусь на втором курсе терапии. Начинался он не просто, ну, во-первых, с задержкой. Буквально за сутки до этого цикла мне было понятно, произойдет ли он, потому что анализы еще в среду были не просто не оптимальные, а по критериям я не проходил. И курс следовало еще откладывать. Чего? Глаза у тебя какие-то. Димедрол. Ты чего? Я сейчас как пьяный. Сейчас пиво дай, я засну сразу. Тем не менее, мы сдали еще один анализ в четверг рано утром. Слава Богу, что буквально за сутки ситуация нормализовалась и комиссионным принято решение о том, что курс произойдет. Так, ну как? Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Привет. Как там твоя супруга? Нормально, здесь она ждет. Да, даже так. Шеф, ну нормально. Да нет. Отлично, классно. Не матч. Утомный такой. Йо-оу. Тогда мне позвонить, что там еще есть, чем заняться. Как вам? Сансы будем? Сансы будем. Ну что, вот это как? Нормально так. Убьемся. Второй раунд. Второй раунд? И как-то кого? Ну, пока леча. А настроение как самочувствует? На настроение бодрое. Да, не, а настроение как чего? Про хирургический проект. На самом деле, проект серьезен до самой последней буквы. Попытаюсь с юморком, но, в общем, может не получиться. Поэтому, что получится, сейчас расскажу. У нас в настоящее время принята пассивная система обучения ординаторов. Я и так назвал. То есть ты приходишь в ординатуру, например, да, и пассивно воспринимаешь ту информацию и тот визуальный ряд, который тебе может дать твой ментор. Да, то есть я оперирую, ты стоишь и смотришь. Очень мало людей, которые дают активные знания. То, что называется давание и выполнение каких-то определенных этапов оперирования. Есть несколько причин, которые ограничивают менторов в распространении этого активного варианта обучения. Во-первых, ординатор не имеет статуса в клинике, да, он обучаемый. Он не имеет права официально писать свою фамилию в истории болезни. Он не отвечает за больного, а за больного отвечает лечащий, врач, хирург. Он не имеет права писать себя в журнале операционном как оператора, да. И по большому счету можно записать только как вторым ассистентом, и то не в каждой клинике это возможно. Это все снижает эффективность обучения, да. Человек, который приходит и не имеет права дотронуться до больного официально, это ущербный путь. Он возможен как первый этап, да. Если мы рассматриваем клиническую ординатуру первые два года, это должны быть два года отличных теоретических знаний, которые должны включить помимо теории, да, по основным нозологиям, да, тактика и стратегия лечения онкологических больных по всем нозологиям, должен включаться в курс обязательно этики деонтологии и тактики общения с онкологическим больным, да. Это должен преподавать отдельный ментор, который умеет это делать. Кроме этого, за эти два года, да, этот доктор, который пришел в онкологию и видеть себя хирургом, должен пройти как минимум два, я так вижу, да, базовых курсов работы на СИМах, на манипуляторах, да, то есть сейчас эролапароскопия, эролапароскопия малоинвазивной хирургии. И по окончанию ординатуры у него должен быть хотя бы базовый мануальный навык, который связан с работой, да, малоинвазивными инструментами. Он должен уметь вязать интеркорпорально, он должен уметь манипулировать своими инструментами лапароскопическими так, чтобы к выпуску из ординатуры, пусть у него не будет большого опыта выполнения оперативных вмешательств, хотя наверняка будут люди, которые занимаются, да, там, хирургией со 2-3 курса, и к моменту поступления в ординатуру они уже обладают какими-то навыками, потому что есть, ну, определенная такая, их немного очень этих людей, но они есть. Те, которые хирургией занимаются давно и серьезно, и уже к 5-6 курсу некоторые даже имеют свои собственные оперативные вмешательства в арсенале, но их меньшинство. А наша задача сконцентрироваться на том большинстве, которое могло бы стать неплохими и хорошими, ну, хирургическими онкологами. Да, дождем, на, посмотрите. Что, уже попа? Можно чуть попозже? Десять минут. Пожалуйста. Не пройдет. Sorry. Временный перерыв. Я не уверен, что я смогу пережить это, но я постараюсь. Только что произошло очень важное событие в моей жизни. Был развеян мой, можно сказать, детский юношеский страх перед внутримышечными уколами, блестящим выполнением этой процедуры медсестрой Дашей, за что я очень благодарен. И теперь, с этого момента, я не боюсь выполнения внутримышечных инъекций. Ну, до завтра, не прощаемся. Давай, хорошо. Ну, до завтра. Вика. Всё. Спасибо за поддержку. Всё.